Всем привет! Спешу с вами поделиться, что я наконец-то купил перманентный маркер с черной краской для того, чтобы покрасить надпись King Song на педалях в черный цвет. И результат превзошел все мои ожидания. Он настолько омерзительный, что это стало самой последней каплей для того, чтобы пойти и заказать новые педали. А какие я заказал, я уверен, что вы уже догадались из названия. И сегодня о них. Хорошие педали стоят ощутимых денег. Поэтому их покупку я откладывал из года в год, убеждая себя, что это не первоочередная трата. Первые ласточки прилетели совсем недавно. И случилось это вот так. Причиной падения явилась целая цепочка неблагоприятных факторов. Ошибочная скорость и низкое давление в амортизаторах привели к резонансу. А отсутствие боковых удерживающих подушек и шипов на педалях к смещению стоп. По итогу, к концу лестницы, двигаясь с приличной скоростью, с пятками посредине педалей, я был лишен возможности тормозить. А значит, был обречен на падение. Упал я довольно жестко на спину. Меня спасли мото-черепаха. И главное, шлем. И это, конечно, другая история, но главный вывод здесь – всегда носите экипировку. Замена заводской наждачки и установка шипов на родные педали моей эльки принесли неплохие плоды. Ноги стали стоять более устойчиво, ездить стало комфортнее. Но каждый раз с наступлением осени приходило осознание, что такого решения недостаточно. И если попавшие на педали листья и мелкий мусор особых проблем не вызывали, то налипшая на обувь грязь уже могла создавать сложности и преподносить неприятные сюрпризы. Приходилось постоянно за этим следить и счищать грязь сразу при ее обнаружении. Но самые настоящие проблемы начинались зимой, когда прилипающий к подошве снег попросту перекрывал шипы, покрывая педали слоем льда. К тому же педали были явно короткие для моего 43-го размера обуви. Ну и окончательно меня добила история с Senn Motion V8. Прямо на ходу, на ровном месте у него провалилась педаль, что повлекло за собой падение с моноколеса. Виной тому трещина в педали, вызванная то ли заводским браком, то ли тяжелым прошлым моноколеса. Да, тут можно отметить, что для педалей V8 это по-настоящему уникальный случай. Но именно он стал последней каплей. Я изучил рынок кастомных предложений и остановил свой выбор на педалях GexTech. Я знаю, что многие их называют хексами, гексами или хексатэчами, но я проконсультировался и правильно их называть – GexTech. И, конечно же, я воспользовался опцией покрасить их в красный цвет с помощью анодирования. Это немного увеличило стоимость, но зато обещало выглядеть офигенски. С момента заказа прошло всего лишь несколько дней. И мне уже пришло сообщение от компании СДЭК, что я могу приехать и забрать педали. Поэтому у меня сегодня по-настоящему счастливый день. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Распаковка меня впечатлила. В красном цвете педали выглядят лучше, чем я ожидал. Остается выяснить только, насколько они устойчивы к царапинам и как они будут выглядеть через пару тысяч километров. Ну, поживем-увидим. Крепления педалей GexTech отличаются от кингсонговских. Поэтому для 18L они идут сразу со стойками. И это, конечно, немного дороже, но зато с лихвой компенсируется бонусами. Стойки укороченные, а значит и сами педали будут выше от земли. Да и покрышку теперь можно поставить трехдюймовую. Я уже давно задумывался о ней, но все как-то в руки не доходили. Сама по себе установка не является сложной, но все же некоторого времени усердия от вас потребует. Показывать разборку колеса я не буду. На своем канале я делаю это уже дважды и скоро выпущу еще один ролик, в котором я расскажу про замену лысой стоковой покрышки, прошедшей 10 тысяч километров, на мотоциклетную зимнюю липучку, а также про укрепление корпуса. А сейчас сосредоточимся лишь на установке стоек и педалей. Со стойками особых проблем не должно возникнуть. Главное, не забудьте про контровые шайбы. Без них стойки не будут плотно держаться на оси, а это фатально. Кроме того, просто обязательно здесь использовать фиксатор резьбы. Я бы рекомендовал синий. Закручивать крепление стоек стоит весьма туго. Не трудно заметить, что поскольку стойки стали короче, они теперь имеют меньшую площадь соприкосновения с корпусом. Но это полностью нивелировано увеличенными хомутами стоек. Это их верхняя часть, на которой для укрепления конструкции добавлено еще одно крепежное отверстие. И да, под него придется просверлить еще одну дырку в корпусе. Кроме того, поскольку стойки стали короче, вам придется немного расширить отверстие для проводов, выходящих с мотор-колеса, где-то на 17-18 мм вниз. И можно его немного сузить, чтобы сохранить прочность корпуса. Ну, если это можно назвать прочностью. Острые края необходимо обработать напильником, чтобы они не повредили провода, идущие из мотор-колеса. Ну и последний момент, на который стоит обратить внимание. Верхние отверстия стоек пересекаются с винтами, идущими из хомутов. Поэтому два верхних болта крепления стоек к корпусу следует взять немного покороче. Например, 10- или 12-мм. Но в моем случае я их просто подпилил. Педали Gextech не имеют никакого смысла без шипов, которые можно купить отдельно или заказать вместе с педалями. Я выбрал последний вариант. Высоту шипов каждый выбирает сам. Они сидят довольно свободно, поэтому, чтобы не выкручивались, потребуется немного синего фиксатора резьбы. Сами педали крепятся к стойкам по тому же принципу, что и педали Inmotion. Боковые винты с фторопластовыми прокладками отвечают за усилия при раскладывании педалей. Их не стоит прикручивать слишком туго. А нижние фиксируют крепление оси педали к стойке. Их можно прикрутить и покрепче. И везде обязателен фиксатор резьбы. Стоит отметить, что такая заковыристая установка требуется лишь на некоторые моноколеса, в частности на модели компании Kingson, где она полностью оправдана полученными бонусами. На большинстве же других брендов потребуется лишь крутить шипы и заменить педали, не разбирая моноколесо. И вот еще два момента, на которые стоит обратить внимание при установке педалей. Боковые винты стоит закручивать на одинаковое количество витков. Для этого просто крутите их понемножку поочередно. А нижний болт обязательно должен попасть в паз оси педали. Для этого просто немножко поболтайте педаль, прежде чем окончательно его затянуть. А на этом установка завершена. Самое время посмотреть, чего же мы получили. Внешнее колесо просто преобразилось. Теперь по нему не каждый может определить, что его пробег составляет около 10 тысяч километров. Очень похорошело, смотрится стильно и гармонично. Впрочем, эстетическая составляющая тут не самая важная. Так что переходим непосредственно к тестам. Первое, что мне очень понравилось, и это угол наклона педалей. Он подобран просто идеально. Точный баланс между комфортом и упором. Педали стали выше, поэтому на поворотах они не цепляются с дорожное покрытие, как было раньше. И, как следствие, не стираются. Ну и шипы? Их много. 24 штуки в каждой педали. Так что зацеп теперь настолько хороший, что приходится переучиваться поправлять ногу на педали. Очень круто, что увеличил с размер педалей. Во-первых, и колесо стало отзывчивее. А во-вторых, теперь больше опций для постановки ноги. Ну и в-третьих, теперь не надо вставать на цыпочки, уговаривая колесо завести вас в крутую горку. И да, теперь пальцы ног не свисают, а ступни стали уставать ощутимо меньше. Держат педали безупречно. При спрыгивании с бордюров и съезде с лестницы нога нисколько не соскакивает. И в то же время, с колеса при необходимости можно легко спрыгнуть в случае форс-мажора. И если что-то не так, то этот баланс легко регулируется высотой шипов. Это может быть актуально, например, при смене сезона. Грязь и листья вообще не доставляют дискомфорта. Ведь теперь нет наждачки, которая так старательно собирала весь мусор. Зимой мне еще предстоит испытать педали. Ну и так уже понятно, что снег будет просто проваливаться в соты и вряд ли будет являться хоть какой-то помехой. И тут, вероятно, будет еще один бонус. Я не буду больше таскать на педалях домой такое количество снега и реагентов. Ах да, и в педалях, кстати, тоже. И Биггекс ТЭК, в отличие от родных педалей, не содержит внутренних полостей, в которые попадает вода. В общем, с уверенностью могу сказать, что мое колесо теперь готово для зимы. Ну и напоследок, вставлю видео с лестницы, в котором я делаю несколько технических ошибок. На видео видно, что несмотря на весь расколбас, колесо отлично держится в ногах до последнего и даже в конце оказывает медвежью услугу, подставляя мне под ногу педальку. Зато теперь можно посмотреть, насколько хорошо сидит краска. Тут, увы, чудо не произошло. Как ожидалось, царапинки, хоть и небольшие, на педали остались. Сама краска не слоится, и это уже хорошо. В общем, мой вывод такой. Если вы часто роняете колесо, если любите экстримы трюки, то лучше отказаться от покраски. Ну а эстеты и задроты, типа меня, все равно не пройдут мимо возможности украсить любимый транспорт. Ну и последнее, что стоит отметить, и это чувство спокойствия. По моим данным, запас прочности у педали Gextech просто избыточный. Я порыскал по форумам, поспрашивал знакомых райтеров и не нашел еще никого, у кого бы сломались педали Gextech. А с моей новой фобией, подаренной треснувшей педалью Inmotion V8, для меня теперь это очень важно. Конечно же, на каких педалях ездить, каждый решает сам. На таких вот... Или на таких. Но позвольте поделиться с вами своим опытом. Педали эти я хотел купить еще два года назад, а сделал это только сейчас. Дешевле они не стали, а все это время я лишился возможности ездить безопасно и с удовольствием. Так что, если вы решитесь купить вот такое вот чудо, ссылочка на него в описании, список всех поддерживших моделей моноколес можно найти там же. Всем безопасной езды! С вами был Анатольевич. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!